Привет! Давайте в спокойной обстановке на картах Ленарман просмотрим его чувства, мысли и желания к вам. Чего он от вас действительно хочет, что не может никак сказать вслух, скрывает познанию или незнанию. То, что вы знаете о нем, вы знаете, а то, чего не знаете, покажут карты. Это одни из красивейших карт, и я очень счастлива сегодня именно для вас предсказывать в тот момент, когда вы нажали «посмотреть». Позвольте мне быть вашим торологом. Это расклад на двоих, давайте активируем колоду. Это будет тет-а-тет, разговор между вами и мной, вы ко мне сюда прилетели. Виртуально это на самом деле энергетически. И мы посмотрим, найдем его и найдем вас. Это будут ваши карты, они будут передавать вам атмосферу между вами, а также его и вашу энергетику. Вот, смотрите. Вы и он оказались очень рядом, очень близко. Но у вас за спиной какая-то змея. Вы, очевидно, ему не доверяете. Может быть, он уже скрывал что-то от вас раньше, и вы потеряли к нему всякое доверие. Или, может быть, просто гложет страхи, потому что отношения как-то изменились. И вы хотите спросить у карт, что будет дальше между вами. Вы чувствуете себя сейчас довольно одиноко. Но со стороны мужчины вышла карта собака. Он вам очень предан. Он вас любит, обожает. Хочет вам служить верой и правдой. Он очень хотел бы, чтобы вам с ним было уютно. Это все обозначает карта собака. Очевидно, не стоит пугаться этой змеи. Ведь люди, на самом деле, которые вокруг вас, они разные. Знаете, как говорят, отношения между двумя – это заговор против всех. Так что, очевидно, да, кажется, что и другие люди преследуют, и завидуют, и ненавидят. И на самом деле так бывает часто, что это так и есть. Но такие вещи всякие, они сближают пару. Крест вышел, да, он показал, что сейчас тяжелое у вас состояние. И, может, вы даже плачете. И сомневаетесь, в чем-то вышла карта развилка. И даже, может, чувствуете, что вам ранили сердце, карта коса. Но будут перемены карты ребенок. Обязательно. И перемены будут к лучшему. Гора говорит, что те препятствия, которые между вами, уйдут. Потому что гора сочетается с картой солнца. Это был такой экспресс, быстренький расклад. Но все-таки те же самые карты вышли опять. И карты предсказывают, они говорят правду. Они все покажут. Сейчас мы будем делать так, чтобы вызвать вашего мужчины. Вызвать его образ, вызвать его душу. И поговорить с ним. Что у него за спиной, что перед ним. Покажет этот короткий расклад, который называется «В моих руках при диагностике». Карты здорово, тщательно были перемешаны. И теперь мы будем видеть, что у него за спиной и что перед ним. И определим таким образом, куда он будет двигаться, что он будет делать. Он смотрит на карту развилка. Он тоже думает. Он тоже думает, что случилось. Почему вы оба так поменялись. Вас изменила жизнь. Свои были у вас проблемы. У него свои проблемы. И это в то же время и общие проблемы. Ключ и тучи. Проблема вся в том, что кто-то затуманил ему мозги. Кто-то ему наговорил на вас. У вас карта крысы, да и та же самая змея. Кто-то виноват в том, что между вами теперь ниточка тоненькая. А карта книга говорит, кто-то из родственников, из родни или из близких знакомых наговорил тучи и книга. К сожалению, у вас есть в вашей паре такие люди, которые за вами, может быть, наблюдают в соцсетях. Вы даже можете быть вхожими в их дома или они вхожи в ваши дома. Из меня это злой язык. А крыс это просто несправедливый наговор. Очевидно, был какой-то несправедливый наговор на вас. И это такая буря между вами, да. Вы, может быть, даже поссорились. Там карта плетки у него за спиной. Но это уже прошло. Он хотел бы помириться. Но он сомневается. Он смотрит на развилку. Он сомневается, что вы ему простите. У него такое чувство, что то, что случилось, те слова, которые были сказаны с его стороны, они были такие обидные, что теперь он переживает о том, что вы еще до сих пор на него обижаетесь. А сейчас будем делать расклад для двоих. Что между вами? Ну, смотрите. Не стоит беспокоиться. Потому что между вами карта Лилии это верное отношение. А в голове у вас дом. Значит, вы думаете об общем доме. И у вас так и будет. С ним наладится контакт. У него птица в голове. Это просто здорово. С ним наладится контакт. Лилия говорит о его преданности, о верности к вам. У него верное сердце. Он хочет, чтобы в доме было хорошо и уютно. Лилии и дом. А сзади у вас за вами карта всадник. Некоторые из вас, девочки, в треугольнике еще с кем-то встречались. Но всадник говорит о скорой встрече с ним. У него же за спиной аисты. Значит, он вам предан. И он хочет сделать так, чтобы ваше гнездышко семейное, если он уже есть или еще будет, стало еще крепче. Итак, с вашей стороны гроб, а с его стороны письмо. Гроб говорит о том, что вы закрыты для встречи. Он стремится встретиться с вами, а вы почему-то закрыты. И у вас поселилась надолго эта обида на него. У вас в сердце, да? Лиса и письмо. Он хочет к вам приблизиться и написать вам письмо. Ну, а карта сад говорит, что вы встретитесь даже случайно с ним. Понимаете? В сад и всадник вы случайно с ним встретитесь. Может быть, даже где-то неожиданно совершенно. То есть встреча абсолютно произойдет. Ну, а медведь еще добавляется между вами. Так что ваш медвежонок вам предан. Медведь и лилии. Причем предан очень чисто. Чистой преданностью. Смотрите, давайте я вам этот расклад протрактую еще более глубоко. А потом мы будем еще делать другие расклады. Посмотрим еще больше вглубь. Вначале мы окунемся вглубь этого расклада. И я предлагаю вам просто войти в это поле, как такое чудесное, волшебное поле, где вы и он, такая медвежья страна, где только два человека управляют действительностью. Это вы и он. Итак, карта медведь между вами. Он вас страстно желает сексуально. Прежде всего сексуально. Поскольку медведь — это тотемная энергия желания. Опять же, медведь обычно добывает то, к чему он стремится. Он не останавливается на полпути. Ему покоряется все. Поэтому можно сказать с уверенностью, что ваш мужчина ни в коем случае не остановится на полпути. Он добьется вашего согласия. Даже если вы боитесь, сомневаетесь в себе или даже в нем. А есть такая нотка, нотка сомнений, правда? Он в любом случае добьется признания. Он будет сильным в ваших глазах. Он сможет вас поднять и унести в эту волшебную медвежью страну, когда никто вам не помешает. Кстати, медведь — это тоже защита от высших сил, кто не знает. То есть тотемная энергия медведь защищает вашу пару от других любых людей, от недоброжелателей, злых соперниц, может быть, его бывшей или вашего бывшего. Вся эта ерунда, весь этот негатив уйдет навсегда. Потому что медведь, где появляется, там становится тихо. Там становится тихо, и чужие разговоры стихают. Вы знаете, я живу в медвежьей стране, и когда мы идем с мужем по лесу, мы внимательно слушаем птиц. Если птицы не поют, может быть, медведь где-то под кустом. То есть нужно быть аккуратным. Птицы здесь у него в голове. Я не зря вам рассказала эту историю. Она поможет вам понять лучше этот расклад. Птицы — это разговоры. С одной стороны, это его верность к вам, птицы и лилии. А с другой стороны, это леса и письмо могут означать, что есть наговор. Есть люди, которые пробуют вам помешать. Вот эти, знаете, ложные разговоры, не нужные никому. Бесполезные. И как раз когда появляется этот тотомный медведь между вами, вот этот птичий гамм, эти сплетни, они начинают стихать. Лиса и птицы. Как раз об этом. Сплетни начинают стихать. И в вашем романтическом лесу становится тихо. Все благоухает, потому что лилия, она даже через экран передает тонкий нежный аромат. Это ваше отношение. А когда мы сравниваем и соединяем лилию вместе с медведем, мы получаем сексуальную близость. Вот этот именно сексуальный порыв, где запахи ваши смешиваются. Где животный запах смешивается с растительным. То есть когда тонкий аромат лилии и сильный аромат желания мужского медведь, это все смешивается вместе. Вы как лилия, он как медведь. И между вами счастье, никто не может помешать. У него за спиной есть плетки и в то же время аисты. Во-первых, аисты показывают, что перемены в личной жизни будут в лучшую сторону. А плетки говорят о том, что да, были ссоры. Но теперь будет уютно и тихо, и мирно в доме. А это означает аисты. Я хочу еще раз напомнить вам, что у вас за спиной здесь сад и всадник. Это говорит о том, что он вам обязательно напишет, что он будет стараться найти к вам дорожку лиса и письмо. Он будет как лиса. Найти к вам дорожку и в то же время не засветиться. Чтобы вы даже и не поняли, что он выискивает вас в соцсетях. Что он мечтает о вас. Вы встретитесь, на первый взгляд, как бы невзначайно. Но на самом деле он долго искал этой встречи. Он ее готовил. И он ее как бы даже вызвал, как шаман какой-то. Что меня абсолютно успокаивает, что у вас в голове карта дом. А значит, вы добьетесь с ним мирного дома. И хорошо, что у него в голове карта птицы. Это означает, что он будет с вами в доме разговаривать. Как будет говорить? О чем? Карта лилии. Птицы и лилии. Говорит о том, что разговор будет у вас мирный, тихий, спокойный, нормальный, человеческий. Без обвинений. Вы как бы из памяти вытриться то, что было. Из вашей памяти и из его. Потому что оба вы взрослые люди. И оба вы будете думать о том, что будет дальше. А что было в прошлом, это просто притирка друг к другу. Я вижу, что у вас с вашей стороны есть карта гроб и якорь. Конечно, якорь говорит о том, что было долго. Но гроб говорит о молчании или о страхах. Может быть, вы долго боялись, что он вам изменяет. Может быть. Может быть, вы долго чего-то другого боялись. Назовите сейчас ваш страх. Это было у вас в прошлом, потому что это у вас за спиной. Может быть, долго вам кто-то мешал. Или его родные, или ваши. Или какие-то препятствия. Может быть, дети от первого брака. Может быть, много работы или безденежья. Что то и другое возможно. Может быть, мешала его работа. Потому что якорь – это работа часто. А гроб – это не хватает работы. То есть, не хватает денег. Может быть, это мешало вашей паре. Теперь это все уходит. Потому что дом, и лилия, и медведь говорят о том, что будут деньги. Медведь – это будут деньги. А лилия – благородная карта. Теперь давайте я соберу все. И пока я собираю, я определю здесь те карты, о которых мы хотим больше узнать. Эти карты станут как бы сигнификаторами здесь. А это аисты и лилии. Эти две карты – самое главное в этом раскладе. Во-первых, лилии – карта показывает, что между вами есть любовь. У вас к нему есть очень нежное чувство. А также очень нежное чувство есть и у него к вам. Потому что лилия – это то, что было между вами. То есть, касается и вас, и его. Но карта аисты была с его стороны. О чем это говорит? Он будет пробовать наладить отношения. Он знает, что он виноват. Он знает, что он не поступил по-мужски. И даже если это у некоторых треугольник, девочки, он разберется. Там, знаете, бывает так, что память рода человека толкает на какой-то дебильный поступок. Какой-то совершенно крэйзи поступок, который человек сделает и не знает, зачем он это сделал. Он не понимает сам, почему. Такое бывает даже у очень верных и преданных людей. Поскольку между вами лилии, можно с уверенностью сказать, что он преданный человек. И если даже что-то такое случилось, он сам не знает, как это вышло. Так что здесь он будет пробовать наладить мосты. Он будет пробовать к вам вернуться. Если вы расстались или поссорились. Также этот расклад говорит о том, что если вы, девочки, кто смотрит и нет отношений, нет мужчины, этот расклад как оберег. Он просто прокладывает вам дорожку другому человеку, который будет вас любить. С которым будет уверенный дом. Помните, там собака была в самом начале расклада с его стороны. Так что он будет предан вам, как собака. Вы найдете такого себе человека. Все равно, сколько вам лет. Может, вы уже овдовели и вам очень много лет. Не останавливайтесь. Не думайте, что вам теперь суждено быть одной. Абсолютно нет. Вы запросто найдете себе пару. Ну, либо вы молоды. И до сих пор у вас не было серьезных отношений. Вот сейчас, после этого расклада, вы обязательно найдете себе пару. И будете счастливы с мужчиной. У вас будет счастье. Да, еще, кстати, если меня смотрят мальчики, просто поменяйте все наоборот. Вас тоже ждет счастье. И это будет здорово. Ну вот, смотрите. Этот расклад многое открыл, правда? Я теперь карты собираю. Можно поставить пальчик вверх. Это благодарное за расклад. Можно также быть членом этого канала. Просто нажать подписаться. Я преподаю Ленорман. У меня 12 курсов. Я очень щедрый учитель. И если я делаю новые уроки, я просто их добавляю по вашей ссылке. Даже если вы купили уроки год, два, три назад. Кстати, я преподаю уже много лет. Этот урок просто добавляется вам по ссылке. Всех люблю, обожаю. И встречусь с вами на моих следующих видео. Всем добра и любви. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok